Как обычно на нашем канале вас ждет выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про пробуждение и традиции нового класса Хасашин в Блэйк Дезерт, новую кроссплатформенную MMORPG V4, которая доступна в магазинах Google Play, App Store и через приложение Nexon Launcher, MMORPG SVTOR в Steam и многом другом. Меня зовут Майдлер, это портал GoHaru и мы начинаем. Героям фэнтезийного мира MMORPG Rift пришла пора тоже отпраздновать лето и заработать памятную награду. Студия Trion Worlds объявила о начале тематического мероприятия Summerfest. Несмотря на то, что данный фестиваль берет свои корни из варварских традиций, о чем многие попросту предпочли забыть, сейчас искатели приключений могут весело провести время, приняв участие в различных активностях и заодно выполнив особые сезонные задания. К тому же, заработанные таким образом монеты нужны для обмена на выполненные в пиратском стиле новинки. Например, среди наград авантюристов ждут два транспортных средства в виде небольшого корабля и акулы с закрепленными на голове лазерами, а также стилизованные крылья и другие украшения. Как и было обещано ранее, 23 июля состоялся глобальный релиз кроссплатформенной MMORPG V4, созданной командой из студии NatGames при поддержке компании Nexon. По случаю открытия серверов разработчики также объявили о старте целого ряда специальных ивентов, которые позволят отправившимся навстречу приключениям героям отпраздновать это важное событие и заодно заработать полезную награду. При этом сама игра официально переведена на несколько языков, включая русский, что должно заметно упростить исследования фэнтезийного мира. Скачать клиент можно уже прямо сейчас, в магазинах Google Play или App Store, в зависимости от операционной системы мобильного устройства, а также через приложение Nexon Launcher, если покорять неизведанную вселенную, предполагается при помощи ПК. Еще в апреле директор и продюсер MMORPG Final Fantasy XIV Наоки Юсида был вынужден сообщить о том, что из-за бушующего в мире коронавируса разработка контентного обновления 5.3 задерживается на неопределенный срок. Теперь же ожидание героев фэнтезийного мира практически подошло к концу, так как компания Square Enix объявила точную дату релиза патча и запустила посвященную ему страницу. Обещанный апдейт Reflections in Crystal будет установлен на серверы игры уже в следующем месяце, 11 августа, и позволит искателям приключений продолжить свое путешествие. Пользователи ждут дальнейшее развитие основной сюжетной линии, новый рейд, подземелье, поле для битв, новые испытания и второстепенное задание, а также многое другое. Разумеется, не обойдется и без различных улучшений, затрагивающих те или иные элементы геймплея. Кроме того, Square Enix решила расширить возможности бесплатной версии своей MMORPG. Теперь всем желающим будет доступен контент дополнения Heavensward, в котором игроки могут докачаться до 60 уровня и опробовать такие классы, как Астролог, Рыцарь Тьмы и Машинист. При этом разблокируется еще и дополнительная раса для создания персонажа. Ну а для тех игроков, что уже приобрели базовую игру, дополнение Heavensward также станет абсолютно бесплатным. На этой неделе на сервере англоязычной версии MMORPG Blade & Soul было установлено крупное контентное обновление. Апдейт получил название Dark Passage, а одной из его главных особенностей стал рейд Silversteel Laboratory, где группе из 12 отважных героев предстоит столкнуться с восстановленными автоматонами. Помимо этого, искатели приключений смогут посетить открытую для PvP сражений локацию, чтобы сразиться там с ордами демонов и другими игроками и принять участие в различных ограниченных по времени ивентах. Также стала доступна система зачарования для оружия Thornbreaker и Silversteel, позволяющая улучшить его за счет дополнительных характеристик. Установка крупного обновления для MMORPG Lineage 2 Essence на русские официальные сервера запланирована на 11 августа 2020 года. Оно получило название Dwelling of Spirits и будет включать в себя патчи, вышедшие в Корее с 8 января по 27 мая этого года. По ссылке в описании предлагаем ознакомиться со списком изменений, которые ожидаются в грядущем обновлении. Он весьма обширен. Анонсированное в конце июня масштабное контентное обновление Рассвет Авалона для MMORPG Albion Online получило официальную дату релиза. Как сообщили разработчики из студии Sandbox Interactive, апдейт будет установлен на основные серверы игры уже в середине следующего месяца, 12 августа. Среди главных особенностей грядущего патча следует выделить пути Авалона, представляющие собой древнюю и постоянно меняющуюся сеть дорог, открывающую дополнительные возможности для путешествий. Проклятые подземелья, являющиеся однопользовательской активностью с вторжениями и последующими дуэлями и линейку Авалонского оружия, каждая из которых обладает собственными уникальными умениями. Помимо этого создатели подготовили целый ряд различных улучшений качества жизни и других различных нововведений. Новостная сеть The Scope подготовила очередной репортаж о самых важных событиях, которые происходят в MMORPG EVE Online. Вторжение коллектива Триглавиан продолжается, охватывая все большую территорию. Объединенные силы Эденком не собираются сдаваться и готовят масштабную оборону, которая должна сдержать вражеские флоты. Но далеко не все разделяют выбранную стратегию Империи. Череда неудач привела к тому, что многие системы уже потеряны и сейчас находятся под контролем вторженцев из Бездны, а судьба их жителей остается неизвестной. Империя Амар и государство Калдари, несмотря на текущее положение дел, намерены и дальше поддерживать Эденком. А вот Республике Мин Матар удалось отбить практически все атаки. Конечно, здесь не обошлось без помощи капсулеров. Вряд ли в ближайшее время стоит ожидать ослабления конфликта. Триглавиане продолжают перебрасывать из Бездны все новые флоты Сея Хаос и Разрушения. Продолжая пополнять ассортимент магазина Steam своими проектами, компания Electronic Arts представила пользователям данной площадки доступ к MMORPG Star Wars The Old Republic, выпущенной командой разработчиков из студии BioWare еще в декабре 2011 года. Игра распространяется абсолютно бесплатно, однако при этом всем желающим стать героями фантастической вселенной и отправиться навстречу космическим приключениям доступны различные наборы, включающие транспортные средства, комплекты брони, световые мечи и косметические предметы. Star Wars The Old Republic позволяет каждому выступить в роли главного действующего лица собственной галактической саги, события которой развернутся за 3000 лет до действий, показанных в классических фильмах. С 24 по 26 июля проходят финальные игры турнира Global Flamingor League по дисциплине World of Warcraft Classic. В среду 22 июля состоялась жеребьевка, которая определила порядок участников, прошедших квалификационный раунд. Напомним, с 24 по 25 июля прошла групповая стадия турнира, где 32 участника Орды и Альянса были разделены на 4 группы. В каждой группе участвовал только один представитель своего класса. А 26 июля пройдут игры стадии плей-офф. 16 лучших представителей Орды и Альянса групповой стадии поборются за призовой фонд в 185 тысяч рублей. Perlabis установила большое обновление в Black Desert консоль, включающие новый класс Хасашин, русский перевод, патч глобального баланса и, по традиции, много разных ивентов. В консольной версии Black Desert игроки ждали долгое время Стража, но получили Хасашина, который сейчас на ПК доступен только в корейской версии. Недавний патч глобального изменения баланса в ПВП также был установлен на консоли. Он изменяет коэффициенты урона одних классов по другим, затрагивая таким образом всех персонажей. Стартовал ивент связанный с рифтами. Временно оттуда будут появляться Титиум, Скелетон Кинг и Лебур, из которых падает особая коробка с частями босс-сета. Также по миру будет появляться особый монстр со своей наградой. Что же касается ПК-версии, то новый класс со всеми пробуждениями и традициями будет доступен в корейской версии Black Desert до конца месяца. В наших широтах его появление ожидается вероятнее всего в августе, а пока по ссылке в описании можно ознакомиться с разбором умений пробуждения и традиции нового класса. Или можно посмотреть запись стрима, где мы с Гаро два с лишним часа занимались этим разбором, показывая все наглядно. Или дождаться следующей недели и посмотреть все это на нашем YouTube-канале в отредактированном варианте. А в общем, выбор за вами. И это все новости ММОРПГ на неделе. Не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставить свой комментарий, ударить в колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok